Девушки отдыхают А сейчас самое время коротких новостей Это уже третий выпуск моей рубрики «Короткие новости» Не буду затягивать, предлагаю начинать Пионер всем пример По таким названиям в нашем городе прошел онлайн-конкурс «Агитбригад» Школьники готовятся к столетию пионерии В своих видеоработах мальчишки и девчонки показали единство и сохранность традиций этого движения Участвуя в конкурсе, юные зареченцы окунулись в советские времена Историю пионерии, красных галстуков и патриотизма Победителем стала лидер команды школы номер 225 С работой мы продолжатели дел пионерии Еще привет от всей агитбригады Мы – дети России Мы хотим, чтобы наша страна была сильная Богатая Здоровая Красивая Дети – будущее городов Мы – будущее заречного Мы – любим наш город Мы – юные зареченцы С другими результатами можно ознакомиться на сайте Дворца Творчества А мы от всей души поздравляем всех участников и желаем дальнейших побед История города Чернобыль начинается с 1193 года Его назвали в честь растения полынь В древние времена она носила название чернобыльник В городе неоднократно происходили погромы А в период Первой мировой войны Чернобыль был оккупирован Освободили его только в 1943 году Но не все оставалось спокойно 26 апреля 1986 года произошла авария Взорвался четвертый энергоблок атомной электростанции В апреле школьникам Заречного напомнили об этой катастрофе Ветераны-ликвидаторы Юферов Владимир Николаевич и Бояркин Иван Иванович Рассказали истории и сложности жизни на Чернобыльской АЭС Иван Иванович успел записать фильм, который назвал «Яблоки Чернобыля» Когда откомандировали нас туда ликвидировать аварию С нашей воинской части 55-201 То там уже проходил службу майор Бобылев с нашей воинской части И он там, мягко сказать, проболтался о том, что я занимаюсь кино В киностудии ДК «Современник» Вот он в киностудии занимался кинолюбительством Меня пригласили к замполиту полка нашего Тот спросил, какими камерами я могу работать Я перечислил все камеры, с которыми мне приходилось работать Хорошо, приобрели камеру в Красногорск специально для этого И в течение одних суток, практически она у меня была только одни сутки в руках, эта камера Я снял этот весь материал А сейчас предлагаем посмотреть фрагмент фильма, который сделал Иван Иванович Перед выездом на объект короткий инструктаж про радиационные безопасности Бодрые звуки марши остаются в памяти задающим трудовой ритм метрономам Впереди работа, борьба с невидимым и оттого особенно опасным врагом Быстрее убрать радиоактивную грязь, очистить и отремонтировать дороги Закончить монтаж саркофага Частые изменения радиационной обстановки вносили коррективы в планы Поэтому задачи командования ставило ежедневно И выполнять их нужно было в течение необычной короткой смены Сейчас помнить и чтить поступок ликвидаторов – долг каждого гражданина России На этом рубрика «Короткие новости» закончилась Не забывайте смотреть выпуски и следить за нашими социальными сетями А я пойду готовить новости для вас Каждый год сотни мальчишек и девчонок вступают в ряды юноармейцев Ведь юноармия открывает тебе путь к интересным событиям и новостям А главное, как же приятно ощущать себя юным защитником Отечества Для каждого участника движения состоялась долгожданная дата Не будем долго таить, а не узнаем в сюжете Максима Душкова Служить России суждено тебе и мне Это строчка из знаменитой песни, которая является гимном всероссийского движения юноармия Все мы, граждане нашей необъятной страны, должны защищать ее Любить Родину – вот чему учат движение 27 апреля – Единый день юноармии Это одна из самых важных дат для участников движения Именно в этот день, в 2019 году, в нашем городе прошло первое посвящение в ряды юноармейцев Сегодня это более 300 школьников На протяжении трех лет они ведут активную работу Обучают младшее поколение и заботятся о старшем Вы наше будущее, будущее нашей страны Вы не только являетесь примером для школы Вы примером являетесь для города Вы примером являетесь для нашей родной родины И хочу, чтобы вы сегодня показали именно те качества, которые должны присутствовать именно у юноармейцев В этом году смотр строя и песни прошел 27 апреля на площади возле Дворца Творчества Отделения семи школ города показали слаженную работу – четкое исполнение приказов капитана Отдельно оценивались действия командира В прошлом году смотр проходил в онлайн формате Записывались видеоролики, по которым оценивались команды В этот раз удалось провести его очно Отличительная особенность смотра в этом году то, что победившая команда, победившее отделение Получает право представлять юноармейцев Заречного на городском дне победы, который пройдет 9 мая То есть в этом году наша коробка юноармейцев наравне с военнослужащими войсковой части И кадетскими классами 26-й школы пойдет по центральной площади представлять движение юноармии в нашем городе В результате нелегкой борьбы победу одержал юноармейский отряд школы номер 226 Именно он пройдет маршем по главной площади Заречного Лучшим командиром была признана ученица 8-го класса 221-й школы – Моисеева Ульяна Немного позже состоялась торжественная церемония подведения итогов за три мероприятия Международного патриотического проекта «Парад памяти», городского смотра строя и песни и муниципальных соревнований «Орленок» Ее открыл образцовый хореографический ансамбль «Родничок» Юноармейцы Заречного активно участвуют в областных, всероссийских и международных событиях Самым ярким и запоминающимся был «Парад памяти-2021», посвященный 80-летию присвоения Самаре статуса запасной столицы Советского Союза Благодарственным письмом и памятным знаком губернатора Самарской области были награждены 50 зареченцев Автор Дворца творчества детей и молодежи Никитин Владислав Михайлович, начальник штаба местного... Мужество, смелость и отвагу показали участники городских соревнований «Орленок-2022» Ребята справились со всеми заданиями и показали хорошие результаты Всего было 8 этапов Победителем городских соревнований «Орленок» стала школа номер 225 Она представит наш город на региональном этапе состязания Уверен, что, ребята, вы будете помнить вашу деятельность в рамках Юнармии на протяжении всей своей жизни Потому что это интересно, это познавательно И кроме того, что вы наверняка находитесь здесь новых друзей Вы еще и учитесь вещам, которые, наверное, не всегда вы могли бы узнать в школе Единый день Юнармии Это черта, которая подводит итоги деятельности Юнармии за год И открывает новую страницу в истории Всероссийского движения Каждый год в ряды вступают новые участники А это значит, что России не нужно переживать за свое будущее Ведь у нее есть такие замечательные дети, как юнармейцы Мы честно сотрудничаем с военным комиссариатом и войсковой частью, которая расположена на территории нашего города Со всеми образовательными организациями нашего города С учреждениями культуры и спорта И, поверьте мне, мы сделаем все для того, чтобы наши юнармейцы были лучшими Чтобы наши юнармейцы развивались и достигали всех поставленных высот Максим Душков, Карина Краснова Специально для телепередачи «Лестница» Песня «Лестница» Во дворце творчества у юных волшебников прошел отчетный концерт Там были не только дошкольники и их родители В гости пришел герой всеми любимого мультфильма и сказки Николая Николаевича Носова Узнали? Это же Незнайка В сказочном доме живут чудеса Здесь не смолкает ребят колоса Мы говорим об Академии волшебников Это очень интересное место Здесь дошкольники занимаются абсолютно разными делами Но каждая особенная по душе любому Рисование, лепка, ритмика, стихи и песни А также изучение математики английского языка как в настоящей школе Объединение готовит малышей от 5 до 7 лет к школьной жизни Этот ученый год подходит к концу А это значит, что взрослые волшебники пойдут в первый класс И в честь этого мальчишки и девчонки своими педагогами сделали отчетный концерт Мы познакомились с новым другом Его зовут Незнайка Песни, танцы и стихи Все это показали ребята родителям Даже экзамен на знание музыкальных инструментов волшебники сдали на отлично Кира, что ты тут делал? Я танцевала и пела, мне очень тут понравилось Марк, тебе нравится здесь заниматься? Да, мы здесь лепим, рисуем, в лего играем Страна эта волшебная Она раскрывает в малышах их таланты с лучшей стороны и развивает новые Концерт завершился флешмобом и вручением подарков Ксения и Дарья Максишины, Карина Краснова для передачи «Лестница» Каждый знаком с фразой «Есть такая профессия родину защищать» Но вы задумывались о том, каким должен быть человек, готовый служить своей стране? Зареченцы, о которых пойдет речь в следующем сюжете, показали, что нужно иметь силу, мужество, решительность В мире существует множество важных профессий, каждая из них по-своему нужна, но самой сложной считается защита родины Многие ребята с детства мечтают о профессии военного В нашем городе из года в год проходит конкурс, в котором участники проявляют ловкость, отвагу, силу и мужество «Есть такая профессия родину защищать» объединил малышей, школьников, учителей и работников нашего города Вот уже пятнадцатый раз в нашем городе проводится этот замечательный конкурс Конкурс мужества, воспитательный конкурс Конкурс, формирующий любовь к Отечеству, любовь к своей малой родине, к нашему родному городу Любовь и глубокое уважение к ветеранам всех войн, к профессии защищать родину Зареченцы всегда были, есть и будут патриотами своего города, страны, нашей огромной, великой России Соревнования начались Малыши из детских садов, школьники, военнослужающие, работники организаций Собрались у обелиска Победы для торжественного открытия Этот конкурс подводит итог военно-патриотической работы в нашем городе Это конкурс мужества и мужественных И все вы будете соревноваться на одной площадке вместе с действующими офицерами, вместе с действующими военнослужащими Мы увидим школьников нашего города Пожелать хотелось бы, чтобы все показали достойные результаты И чтобы над нашим городом всегда было мирное солнце За шесть дней участники преодолевали нелегкие испытания Малыши из детских садов и школьники с первого по четвертой класса проходили курс молодого бойца А также рисовали яркие красочные плакаты на тему дорогами поколений Старшеклассники выполняли на скорость сборку-разборку автомата Стреляли с пневматической винтовки На время выполняли нормативы по физической подготовке Работники организаций силовых структур города проходили веревочный курс Из года в год смотр строя и песни проходит очень зрелищно Старшеклассники и работники Заречного показывают выправку, чувство строя и невероятную командную работу Мастерство участников захватывает дух Сердце замирает В каждом просыпается невероятная гордость за нашу великую и мощную державу Новым испытанием этого года стала подготовка видеороликов на тему «Я горжусь» Но самым ответственным этапом для всех участников по праву остается творческий конкурс Он проходит на сцене Дворца культуры «Современник» В этом году этап был посвящен сразу четырем датам 80-летию со дня окончания битвы под Москвой 80-летию с начала Сталинградской битвы 350-летию со дня рождения Петра I и столетий пионерию И малыши, и школьники, и взрослые показывали постановки, которые отрунули души всех, находящихся в зале Выразительные танцы, патриотические песни, чувственные сценки Все это показали участники 15-го смотра конкурса Девизом конкурса стали слова великого полководца Александра Невского Ради Родины мы должны жить в одно сердце Ведь наша страна славится сильными и мужественными людьми Готовыми в любую минуту встать на защиту нашей Родины Мария Бриченкова, Карина Краснова Специально для передачи «Лестница» Песня «Лестница» Будь готов Всегда готов Сто лет назад именно так звучал девиз пионеров Этих мальчишек и девчонок знал каждый 19 мая, дата основания пионерского движения Ирина Геннадьевна Расходова рассказала нам о том, какими были эти школьники И насколько почетно было носить звание пионер Гордитесь прошлым Пусть сегодня не будет неотложных дел Давайте вспомним о хорошем и светлом слове пионер Их самой главной задачей было совершать добрые дела Пионеры помогали ветеранам, пожилым людям, прилежно учились, были активными в школьной жизни С честью носили красный галстук, который был атрибутом пионерской формы Он – частица знамени организации Три конца галстука символизировали нерушимую связь трех поколений Коммунистов, комсомольцев, пионеров Я обращаюсь к поколению 60-х, 70-х годов, с которыми мы были пионерами У нас было общее пионерское детство И к тем ребятам, у которых я работала пионерской вожатой То есть я их называю своими пионерчиками, своими пионерами Она с утра начиналась в пионерской зорьке И вот эти горные позывные радио ввели нас в школу Мы приходили в школу и оказывались слева друг, справа друг Потому что в то время, в 60-е и 70-е годы Пионерская организация, всесоюзная пионерская организация имени Владимира Чаления Насчитывала 25 миллионов пионеров, огромная армия И придя в школу, мы оказывались в сообществе наших друзей, пионеров Эти мальчишки и девчонки уже выросли Но каждый пионер с трепетом вспоминает эти теплые времена Добродушные дела, ранний подъем, летняя смена в лагерях Песни в кругу товарищей у костра Была пионерская дружба, да, мы любили пионерские костры У нас был, вот, хорошо, что осталось тоже имя, лагерь звездочка Но назывался он пионерский лагерь звездочка Пионерское детство и работа пионер-вожатой оставили у меня значительный след в памяти, в душе У каждого пионера есть множество историй, связанных с этим движением Я работала сначала пионерской вожатой в Пензенской школе номер 55 Ребята сами изъявили желание, и мы собрали материал и открыли в этой школе музей, школьный музей Где собрали много интересных историй, артефактов Там было все и трудовая, и воинская слава Пензе А потом я работала около двух лет в пионерской вожатой в 225-й школе В современном мире существуют и те, кто продолжает дела пионеров Это школьники, которые совершают добрые поступки, помогают людям По всей России есть множество волонтеров, Всероссийское движение Юнармия А в нашем городе активисты детского движения Юнзара Продолжение истории пионерской, оно сейчас отражается в истории юнзаров, юнармейцев Я думаю, что они взяли у нас эту частичку, ее несут, продолжают А ребятам, юнармейцам, юнзарам, волонтерам, я желаю, чтобы их сердце не уставало трудиться Чтобы приносить добро и счастье людям И они этим и сами будут наполняться, гореть и нести добро по жизни дальше Надеюсь, вы узнали много интересного, ведь нам пора прощаться Но это ненадолго, ведь через две недели мы снова вернемся Чтобы порадовать вас своими сюжетами Не забывайте следить за нашими социальными сетями Там вы найдете много нового До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok